Вы говорите, нет ни ближе, никто ни роднее Украины, что в нашей крови. Вот-вот. А Иван Франко, выдающийся украинский писатель и революционер, думал иначе. Русская литература, писал он, пробуждала нашу совесть, пробуждала в нас человека. При едином действии пролетариев великорусских и украинских, свободная Украина возможна. Без такого единства о ней не может быть и речи. Надеюсь, вам знакомы эти ленинские слова? Да. В таком случае, может быть, вы вспомните о том, что Тарас Шевченко восторгался поэзией Пушкина и музыкой Глинки, глубоко чтил Герцена, дружил с Добролюбовым и Чернышевским, и так же, как прекрасная писательница Маркова Овчок, писал и на украинском, и на русском языках. Да, конечно, но... Погодите. Извините. Вы пишете о каком-то Гетмане, вне времени и эпохи. А вот что о подлинном Гетмане писал Белинский. Много в истории Малороссии характеров сильных и могучих, но один только Богдан Хмельницкий был вместе с тем и государственный ум. Он был великий воин и великий политик. Мы знаем, Ростислав, что Москва единственный город в истории, к которому нельзя относиться безразлично. Люди делятся на тех, кто любит Москву, и тех, кто ее ненавидит. Нейтральных нет. Русский писатель Аркадий Гайдар погиб в боях за родину на Полтавщине. Украинские солдаты и офицеры сражались под Сталинградом. А в осажденный Ленинград из далекого Казахстана несли слова Акина Джамбула «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!». Наконец, не мешает вспомнить о том, что Тарас Шевченко учился в Петербургской академии художеств. Что же касается ваших виршей, уберите с глаз эту бумажонку. Я и дотрагиваться до нее не хочу. «Мне ад Украину зреть в неволе, Ее свободной видеть рай!» Писал русский поэт Рылеев. «Когда октябрь орудийных бурь По улицам кровью лился, Я знаю, в Москве решали судьбу И Киевов, и Тифлисов». В этих словах великого поэта нашей современности Глубокий смысл. Мы знаем, Ростислав, Что Москва единственный город в истории, К которому нельзя относиться безразлично. Люди делятся на тех, кто любит Москву, И тех, кто ее ненавидит. Нейтральных нет! Русский писатель Аркадий Гайдар Погиб в боях за родину на Полтавщине. Украинские солдаты и офицеры Сражались под Сталинградом. А в осажденный Ленинград Из далекого Казахстана Несли слова Акина Джамбула «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!» Наконец, не мешает вспомнить о том, Что Тарас Шевченко учился В Петербургской академии художеств. Что же касается ваших виршей, Уберите с глаз эту бумажонку, Я и дотрагиваться до нее не хочу.